Привет, друзья! Хочу сделать тест, есть ли у будущего человечество. Не удивляйтесь. Это всё равно, что есть ли у человечества будущее. Голосование, манипулирование, постоянный недосып, постоянный конфликт внутренний между тем, что человек хочет делать и не может делать, усилия, которые он делает, не приносят результаты или захватываются кем-то другим его результаты. Очень много внутренних конфликтов. Он не свободен. Он не может думать, как он хочет, и делать, как он хочет. То есть он не свободен. Ну, к примеру, неоправданные ожидания, разрывы шаблонов. Звёзды над нами и космос внутри нас – это логотип нашего метода саморегуляции ключа. Через упражнения полёта, через свободу. Я хочу сказать о том, что лечиться можно только в свободе. Больше никак. Это как дети, которые играют в детстве. Они думают о чём хотят и делают то, что хотят. У них сходятся звёзды над нами, и космос внутри нас. У них сходится генетика с трендом востребованности. Их никто за это не ругает. Но когда вы становитесь взрослым, вы не можете быть таким свободным. Вы делаете одно, думаете о другом. Вы сторожите себя, у вас происходит конфликт между звёздами над нами и нравственным законом внутри нас. У нас происходит конфликт между нашей генетикой, вашими способностями и вашей работой, которой вам надо заниматься, чтобы заработать на жизнь. Вечный конфликт, который создаёт напряжение, а тут ещё связано с тем, что именно те манипуляторы, которые дают вам надежду, которые дают вам возможность подумать, что завтра будет по-другому, а завтра не происходит по-другому. Если вы сами не умеете снять внутренний конфликт, ну вы мечтаете, мечтаете, но при этом конфликт не снимается, потому что там опять же конфликт, там нет законченного действия, потому что компасом в жизни является действие, где практикой проверяется теория, теория проверяется практикой. А если вы любую теорию свою начнёте проверять практикой, делать то, что вы думаете, вы же в тюрьму попадёте. И как же быть? Вот дети, они в тюрьму не попадают. Единственное, за что мы любим наше детство. В детстве мы свободны. Но как же нам быть свободными в момент, когда у нас появляется ответственность, и не только за себя, но и за человечество. Потому что нормальное состояние человека – это думать, это сопереживать, это любить, это созидать. И если ему не дают этой свободы, а каждый думает по-своему, а сколько характеров, а сколько вкусов, а сколько у людей разных совершенно убеждений, и как же на этом земном шаре человечество может иметь будущее. И поэтому возникают разные методы, которые позволяют ему в какой-то момент побыть опять, как в детстве. Да. Вот он играет с компьютером, вот он играет в разные игры, там он напрягается, расслабляется, напрягается, расслабляется, напрягается, расслабляется. Оказывается, есть такие механизмы, которые снимают лишнее напряжение, но он на них может и западать. Я гений. И мои оппоненты – это подростки, потому что они говорят, как это человек может говорить, что он гений, когда он сам гений. Подросток гений. В каждом из нас гений, в каждом из нас чемпион. Я хочу, чтобы вы раскрыли своего гения, чтобы вы стали чемпионами, чтобы вы овладели психологией победителя. Что бы вы совершили прикосновение к свободе, не попадая в тюрьму, не попадая под наказание. Что бы вы могли думать, о чем вам думается, это называется свободный поток сознания, и при этом сопровождать свои мысли, действиями. Что бы вы были согласованы, что бы ваши психические процессы были согласованы с телесными. Это называется целостность. Потому что человек свободен, когда он целостен, и тогда у него целостная картинка мира. Человек свободен, когда сходятся звезды, когда звезды над нами, и генетика внутри нас. То есть, когда вы занимаетесь любимым делом. Когда вы заняты любимым делом, вы тогда можете думать свободно. А часто ли нам дают заниматься любимым делом? Нам постоянно приходится зарабатывать на жизнь. И вот здесь ловушка. А я сейчас вам даю выход из этой западни. Я вам дам методику. Это тест. Есть ли у человека будущее? Есть ли у человечества будущее? Есть ли у будущего человечества? Я вам сейчас дам тест. Вы его сделаете. Разошлете всем своим друзьям, чтобы они тоже это сделали. И мы поймем, есть ли у человечества будущее. Потому что человечество, оказывается, к сожалению, состоит из людей. А люди состоят из этих конфликтов. Да, постоянные конфликты. Еще из-за того, что человек устроен как хомо сапиенс, человек должен думать. А если ему не дают думать, у него, если нет времени, его если постоянно дергают, постоянно заставляют заниматься не тем, чем ему нужно, у него возникает этот конфликт. Это, главное, несправедливость. Это когда звезды над нами, нравственный закон внутри нас, осуществить это невозможно. Вот отсюда конфликты, отсюда агрессия от неисполненных желаний, от нереализованных мечтаний, от неисполненных усилий, которые не дают результаты. Много от чего, много от чего. И вот оказывается, чтобы быть свободным, чтобы прикоснуться к свободным, вы можете мечтать о чем хотите, но поскольку сама мечта не дает еще ничего, потому что нет прикосновения к действительности, и поэтому многие перестают мечтать. Но мечтать надо, чтобы быть опять здоровым. Но при этом я придумал, я придумал сопровождать свободный поток сознания в какие-то моменты моделированием деятельности. Моделированием деятельности. Но то же самое сделала Луиза Хей. Мы просто не обращаем на это внимание, это кусочками рассыпано в мире, и за счет этого люди выживают. А на ночью, когда у нее был такой надрыв души, в этот момент она заплакала и побила подушку, побила подушку, то есть она сопровождала поток мыслей и действиями. И частота этих действий была синхронной к текущему уровню напряжения. Это как мама покачивает ребенка, когда он больше плачет, она его чаще качает, то есть есть согласование духа и материи, то есть возникает целостность. Это молитвы, если человек повторяет движение, у него тоже частота повторяемого действия согласована с текущим напряжением. Будет больше напряжения, он будет чаще качаться. Отсюда пошли четки, отсюда пошел рок-н-ролл по миру. Да. А вот теперь я вам даю моделирование мечты, завершение действия. Вы можете, как Луиза Хей, колотить подушку, выпакивать, это разгрузка. Это разгрузка, там идет восстановление истощенных или нарушенных функций. И она потом сказала, люди, любите себя. Ну, наши женщины не очень это поняли, они поняли так, что надо пойти туфли новые купить. Ну, дело же не в этом. Это тоже дает разгрузку. Это тоже дает разгрузку. Ну, маленькую, эмоциональную. А я говорю о настоящей разгрузке. Если вы одну минуту в день будете снимать лишнее напряжение, путем, пустив мысли на самотек, и при этом делать то, что вам хочется делать. Ну, например, она колотила подушку, а в Японии куклу начальника колотит. А я предлагаю вот взять, допустим, спортсмены, боксеры знают, поистеню, например, да? А вы еще можете делать то, что вы хотите. Ну, смешно, конечно, но мне кто-то написал, когда-то, анонизм же это и есть, собственно говоря, вот то самое, когда вы думаете, о чем хотите, делайте, что вам хочется, да? Разгрядка? Это я для юмора, чтобы было не так скучно слушать мою умную, умную, гиперумную лечь. На самом деле, если вы мечтаете о том, что вы дирижер, дирижируйте. Никого нету в комнате. Представьте себе музыку и стойте и дирижируйте. Это же будет один из элементов упражнения ключ. Если вы мечтаете пойти на штангу, там поднимать штангу, а у вас сейчас нет времени или нет, спортзал далеко или фитнес-центр дорогой, так моделируйте. Представляете, что вы поднимаете штангу, так же напрягаетесь, поднимаете его. Здесь получается дух согласуется с материей. И вы когда положите эту штангу, сядете, вы будете чувствовать такое отпущение. И вот здесь мысли пойдут. Такие спокойные, потому что вы сняли пик напряжения, вы довели себя на напряжение, поднимая мнимую штангу, поставили ее, сели. И вот это и состояние задумчивости, это и состояние нервоническое, это и состояние медитации. Поэтому я вам предлагаю, поскольку вы не знаете, как прикоснуться к свободе, я вам предлагаю это касание, это касание, это лечение со свободы. Со свободы. Встаньте, пожалуйста, сейчас. Представьте себе, что ваши руки расходятся, и думайте о своих проблемах. Думайте и представляйте одновременно. Ну, тут есть такой парадокс, когда вы одновременно пытаетесь думать о двух вещах, у вас мозг выходит в режим такого состояния, которое называется безграничность, транс. это состояние, когда идет разрыв всех шаблонов, это состояние медитативное, и вдруг руки действительно пойдут, то есть мысли сопровождаются действием, сопровождаются действием, но вы вдруг начинаете чувствовать, что вас легко покачивает, поставьте ноги пошире, покачивает, а теперь начинайте моделировать, после этого ключевого стресса, начинайте моделировать, мечтайте, то есть пустите мысли на самотех и сопровождайте этот свободный поток мышления свободными действиями, которые вам хочется при этом сделать. Хочется у вас, хочется и вот шелтая болтая, делайте шелтая болтая, хочется плавать, плавайте, хочется похлопывать себя вот так вот, да, похлопывайте, хочется боксировать, боксируйте, на каждое такое действие, ну давайте себе несколько там секунд, минуту, минуты две, три, Потом вы сядете и опять же пустите мысли на самотёк. Это же есть прикосновение к свободе, лечение свободы. Мысли на самотёк и действовать, как действовать. Вдруг вам захочется покачиваться, как молить, вдруг вам захочется плакать. Это и есть стадия, момент истины. Я сейчас делаю для вас тест. Вы это если одну минуту в день будете делать, хотя бы одну, пять минут, все эти упражнения. Выбирайте себе эти действия, которые хотите, пусть и в мысли на самотёк. То есть думайте, что он думает, делайте, что хочется. Это и есть компонент свободы. Но при этом вы никуда не попадёте, потому что это моделирование. Моделирование, потому что если вы будете так в жизни делать, вам столько шишек напьёт. Если вы будете проверять свои мысли, своими действиями, вам вам много шишек напьёт. У человека не было выхода, а теперь есть разгрузка. Я прошу вас, распространите этот кусочек по всем своим друзьям. И пусть ваши друзья мне напишут потом, это же тест. Я знаю, что 30-40% людей мне моментально напишут, как им стало хорошо. Как они мне благодарны, что я им дал такую простую вещь. Потому что я им дал то, что делают дети, они играют. А теперь вы тоже становитесь свободными. Но думая и об ответственной теме, о любови. Поэтому, когда вы делаете разгрузку, или шёлтая болтай, или тень сбоя, или красите там стекло, моете стекло, или играете на барабане, или плаваете. Моделируйте, моделируйте. То есть, мечтая, сопровождаете мечту действиями. Чтобы был эффект законченного действия. Чтобы происходила действительно разгрузка. Ваши мечты, чтобы вы там, там, исполнились. Чтобы вы соприкоснулись с мечтой, с реальностью. Чтобы компас у вас работал нормально. Чтобы вы не просто мечтали, чтобы потом, как мне сказала Натана, зачем мне мечтать, а что толку. А вот теперь толк будет, когда будете мечтать, сопровождая мечты, моделированием действий. Вы не трогаете практику жизни. Вы свободны, не нарушая свободу других. И вы поэтому будете счастливыми. Распространите это видео, и я получу ответы, и я вам скажу, что мне сказали люди. Желаю вам здоровья, счастья и успехов.